МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Экономика Татарстана в эфире. Что принесла эта неделя жителям республики про деньги, цены, продажи, финансовые ожидания, расскажем сегодня. Итак, татарстанцам будет интересно и полезно знать про рекордное число нераспроданных новостроек. Вторичка замерла. Что будет с ценами на жилье? Прогноз экспертов этого рынка. Сколько зарплат уйдет у казанцев, чтобы купить приору с пробегом? Индекс доступности авто, высчитали аналитики. В республике провели переоценку кадастровой стоимости объектов. Что это значит для татарстанцев? В Татарстане ищут многозадачных работников. Кто это такие? Где они нужны? И сколько денег приготовили казанцы на новогодние подарки для своих близких? И теперь обо всем по порядку. В России рекордное количество нераспроданного жилья в новостройках. 67% пишет РБК и ссылается на данные Дом.РФ. Больше 70 миллионов квадратных метров жилья пока без хозяев. Эксперты объясняют это рекордными объемами стройки и ждут покупательской активности в первой половине 2024 года. Пока будет действовать льготная ипотека до 1 июля. Снижение цен не обещают. На вторичном рынке уже заметное замедление. И если ставка будет расти, а сейчас коммерческая ставка минимальная 17%, то цены на квартиры в Москве, например, снизится примерно на 10%, прогнозируют эксперты. А что у нас? Куда пойдут цены? Спросили мы представителей гильдии риэлторов Татарстана. Я думаю, да, мы получим снижение. Тяжело говорить, какое будет снижение и как оно будет выглядеть. Но до 10% цены могут пойти вниз. На вторичном рынке, опять же. На загородке они, наоборот, вырастут, я думаю, не меньше, чем на 15-20%. А первичка, скорее всего, остановится в ценах. Татарстанцы проверили, насколько они грамотны в вопросах финансов. 35 тысяч жителей республики приняли участие во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который организовал Банк России. Большинство, 80%, справились с заданиями в личном зачете. Взрослым участникам оказалось легче всего ответить на вопросы о финансовом мошенничестве и погашении кредитов. Труднее всего о налогообложении при продаже недвижимости и проблемах при назначении страховой пенсии по старости. Для школьников средних и старших классов самыми простыми стали вопросы по защите данных банковских карт, а самыми сложными – об инвестировании, защите персональных данных в приложениях и проблемах, связанных с оформлением страхового полиса. Этот всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности уже шестой по счету. Всего в нем приняли участие почти 2 миллиона человек по всей России. Каждый участник, кто успешно прошел зачет, получил сертификат от его организаторов Банка России и Агентства стратегических инициатив. Казанцам проще всех в Приволжском федеральном округе купить автомобиль, утверждает аналитики Headhunter. Утверждают не просто так. Они вместе с порталом Автору вывели индекс доступности авто. За основу брали цены на самые популярные среди россиян поддержанные машины Ford Focus Lada Priora, сильно поддержанные от 8 до 15 лет, и медианный заработок, который предлагают сейчас работодатели в вакансиях. Дальше смотрели, сколько таких зарплат понадобится человеку, чтобы купить авто с пробегом. Жителям Казани в первые три квартала 2023 года было проще купить автомобиль по сравнению с другими жителями Приволжского федерального округа. Так, средний житель ПФО мог приобрести Lada Priora за 7 медианных зарплат. Казанцы потратили бы на это всего 6,3 зарплаты. С иномарками ситуация обстоит схожим образом. Для покупки Ford Focus жителям Казани понадобилось 13,7 месяцев работы, что на полтора пункта меньше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу. Там 15,2. Быстрее Казанцев купить Lada Priora смогут жители северо-западного федерального округа. Для этого им понадобится 4,8 медианных зарплаты. Также в топ-3 вошли центральный округ, всего 5 зарплат. И они хозяева Priora с пробегом. И Уральский федеральный округ. Там зарплата примерно за полгода позволит купить БУ Lada. Больше всех покупка Priora займет времени у жителей северокавказского региона. С Ford ситуация похожая. Скорее остальных его купят жители центрального, северо-западного округа, Урала. А дольше всех на Ford Focus с пробегом копить тем, кто живет на Кавказе. 18 с лишним зарплат. Полтора года с небольшим, если всю зарплату откладывать только на машину. В Татарстане проведена кадастровая оценка объектов капитального строительства. Новая кадастровая стоимость будет применяться с 1 января 2024 года. Напомним, она нужна для начисления налогов, для пошлин при нотариальных действиях, например. Такая массовая переоценка объектов проводилась во всех регионах страны. В Татарстане она коснулась без малого 3 миллионов зданий, сооружений, домов, квартир, машин и мест. В Татарстане завершилась очередная государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства. На сегодняшний день определяна кадастровая стоимость более 2,8 миллионов объектов недвижимости. Ранее, в 2022 году, была проведена государственная кадастровая оценка более 1,7 миллионов земельных участков. Законом предусмотрено проведение массовой оценки не реже одного раза в 4 года. Также обращаю внимание, что с 1 января 2024 года вопросами по рассмотрению споров о результатах определения кадастровая стоимость на территории Республики Татарстан будет заниматься комиссия, которая создается при Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Вносить сведения о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, держателем которого является Росреестр, будет Роскадастр по Республике Татарстан. Данные сведения вносятся в течение 15 рабочих дней с даты их поступления в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Узнать кадастровую стоимость можно при помощи онлайн-сервисов Росреестра, публичная кадастровая карта, справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн и фонд данных государственной кадастровой оценки. Для этого в поисковике нужно ввести кадастровый номер своего объекта. А оспорить кадастровую стоимость могут юридические и физические лица в комиссии или в суде. Своё несогласие нужно аргументировать для сравнения, предоставить рыночную оценку объекта, и она должна быть на ту же дату, на которую была установлена новая кадастровая цена. Банк России установил более строгие ограничения на выдачу кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Заработают эти ограничения в первом квартале нового 2024 года. На языке экономистов они называются макропруденциальным лимитом. Это предельная доля необеспеченного кредитования без залога. Устанавливает такой предел Банк России, чтобы снизить долю рискованных кредитов, ограничить закредитованность граждан, тех, кто уже и так имеет высокую долговую нагрузку. Такие лимиты уже устанавливали ранее. И как результат, тогда у банков доля новых выданных кредитов заёмщикам с долговой нагрузкой более 80%, то есть тех, кто больше 80% своего дохода каждый месяц отдаёт банкам в счёт оплаты займа, так вот, такая доля снизилась с 36 до 25%. Это если сравнивать конец 2022 года и третий квартал 2023. За это же время задолженность по кредитам тоже чуть снизилась с 34 до 31%, но пока она всё равно ещё очень высокая. Ожидается, что после нового ограничения выдачи кредитов по итогам 2024 года эта задолженность снизится до 20%, и риски граждан, и банков станут меньше. Чтобы достойно жить в старости, нужно полноценное питание, денежные сбережения, собственное жильё и пенсия примерно в 72 тысячи рублей. Считают казанцы, так они и говорили в опросе, который провёл пенсионный фонд Сбер-НПФ. Его аналитики изучали критерии качественной жизни на пенсии, по мнению россиян. Помимо хорошей еды, финансовых накоплений и собственной квартиры, люди называли доступ к современной платной и бесплатной медицине, а ещё возможность проведения культурного досуга, походы в театр и чтения книг. Аналитики отмечают, что результаты опроса меняются от года к году. Три года назад, например, собственное жильё у пенсионера было на первом месте по важности. Полноценное питание только на третьем, а значимость накоплений на пенсию из года в год растёт. В середине осени в подобном опросе 45% россиян говорили, что собираются накопить на достойную старость. Что касается размера пенсии, то тут казанцы с их мечтами о 72 тысячах в месяц оказались одними из самых требовательных. Жители других крупных городов от полумиллиона населения были бы рады и меньшим суммам. Самарцы называли достойной пенсию в 66 с лишним тысяч рублей, жители Краснодара 65 тысяч, Новосибирска почти 62 тысячи, а мечей вполне бы устроили 46 тысяч. Казань вошла в топ-3 городов страны по самой дорогой суточной аренде квартир. 2730 рублей в среднем просят хозяева с постояльцев. Почти столько же в Нижнем Новгороде, 2740, а дороже только в Москве. 3800 в сутки. За последний год стоимость аренды выросла в среднем на 25%, говорят эксперты. Долгосрочная аренда тоже выросла в Казани. Однокомнатную сдают в среднем за 25 тысяч рублей в месяц. Арендное жилье в долгую вряд ли подешевеет, говорят специалисты. Сейчас в новогодние праздники некоторый спад спроса. Весной ему прогнозируют новый подъем спроса и цен, потому как ипотека в ближайшее время доступнее вряд ли станет. Арендовать будет выгоднее, чем брать кредит. Чего ждать в целом на рынке недвижимости в 2024 году? Эксперты вот что сказали. На первичном рынке недвижимости никаких глобальных изменений не будет. Цены остановятся и будет примерно такая корреляция. На вторичном рынке большая часть покупателей оттуда уйдет. Спрос сильно сократится. Соответственно спрос перераспределится в первичку, благодаря чему первичка останется на плаву. Часть в аренду уйдет. Значительная часть, я думаю, идет за городу недвижимость. И вторичный рынок немножко у нас просядет. Возможно до 10%. Загородная недвижимость у нас продолжит темпы роста как спроса, так и предложения. У нас огромное количество строительных компаний, которые до сих пор выходят на рынок и строится огромное количество квадратных метров. В Татарстане резко вырос спрос на многозадачных сотрудников. Резко это на 93% заметили аналитики Headhunter. Тенденция это сейчас общероссийская. Спрос на универсальных сотрудников в стране за два последних года взлетел почти в три раза. Объясняют это эксперты рынка труда беспрецедентным кадровым голодом в большинстве отраслей российской экономики. Потому и понадобились компаниям те, кто может делать все и сразу. В целом с начала года такой навык, как работа в условиях многозадачности, встречался в 8,3% вакансий в Татарстане. А вот готовых так работать среди соискателей оказалось почти вдвое меньше. Только 4,5% ищущих работу татарстанцев писали в своих резюме, что могут браться сразу за несколько рабочих функций. Дефицит рабочей силы в России привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат. В большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов. В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ и ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности. В том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения. В этом году активнее всего таких работников искали организации культуры и искусства. Предприятия ЖКХ, компания финансового сектора, госорганизации, образовательные учреждения, строительные организации, сельскохозяйственная отрасль. То есть все. Казанцы в этом году накупят подарков на Новый год своим близким примерно на 13 300 рублей. Рассказали они аналитикам Суперджоп, которые провели большой опрос про планы и предстоящие расходы россиян. Оказалось, что жители страны настроены дарить подарки чаще и тратиться на них щедрее. 82% опрошенных отвечали, что будут одаривать родственников, себя и своих коллег. В прошлом году было на 6% меньше. А денег на подарки тоже заложили на 14% больше, чем год назад. Примерно 14 300 рублей. Это в среднем. Вообще-то, мужчины настроены выделить на подарки 16 700 рублей, женщины 11 600 среди городов-миллионников. Больше всего на подарки потратят москвичи в среднем 18 000 рублей, жители Красноярска 17 200 и Ростова-на-Дону 16 500. А казанцы получились самыми экономными 13 300. Рядом с нами в конце список только новосибирцы. У них 13 200. И теперь вторая часть нашей программы. И вот о чем мы расскажем. Ажиотаж на рынке банковских депозитов. Под какие проценты люди несут деньги в банк? В Татарстане ищут специалистов по развитию нейросетей. Вакансий стало в 5 раз больше. И сколько в этом году стоит праздничный образ на новогодний корпоратив? Теперь обо всем по порядку. На рынке банковских депозитов ажиотаж. Банкиры сообщают о рекордном притоке денег россиян во вклады. При этом сокращается объем наличных на руках. Связано это с высокими ставками по срочным депозитам на фоне роста ключевой ставки. После каждого повышения ставки ЦБ через пару недель буквально обычно вырастают ставки по депозитам. Вклады становятся еще более доходными и привлекательными. Между тем сегодня, отмечают эксперты, банки пока неохотно вводят предновогодние предложения с повышенными ставками. Средняя максимальная доходность по депозитам сейчас 13 с лишним процентов. После неоднократного повышения ключевой ставки банки действительно существенно улучшили условия по вкладам. В первую очередь речь идет о краткосрочных и среднесрочных вкладах, так как именно они в основном представляют интерес для клиентов. Клиенты не спешат размещать сбережения на длинные депозиты и стремятся воспользоваться выгодными предложениями на рынке, так как ставки по краткосрочным вкладам сравнялись с уровнем ключевой, а в некоторых случаях даже превышают данный показатель. Сейчас доля срочных депозитов в объеме средств населения в банках примерно 65%. По мнению экспертов, в ближайшее время этот показатель может вырасти до 75%. Татарстанские работодатели стали гораздо чаще искать специалистов по нейросетям. За год количество таких вакансий в Поволжье выросло в 5 раз. Всего в этом году в Приложском федеральном округе было размещено 1800 предложений с упоминанием искусственного интеллекта. Специалистов по развитию нейросетей, как правило, ищут работодатели из IT-сферы, финансового сектора. Кроме того, в таких сотрудниках нуждаются маркетинговые агентства, образовательные учреждения, ритейл. Наиболее часто функционалы работы с нейросетями можно встретить в вакансиях для программистов, разработчиков, а также копирайтеров и редакторов. Примерно с конца весны стали появляться новые специализации, например, промпт-инженеры, AI-тренеры, AI-редакторы. На эти профессиональные роли приходится две трети от всего объема вакансий в этом году. Чаще всего работодатели ищут тренеров для нейросетей. А эта работа связана с высокой долей рутинных операций, требует навыков обработки большого объема информации и текста. Поэтому, как правило, работодатели предусматривают удаленный формат и неполную занятость в течение рабочей недели. Зарплата в таких вакансиях на уровне 70-100 тысяч рублей. В Казани значительно вырос спрос на бьюти-услуги для подготовки к новогоднему корпоративу. Обращаться к таким специалистам стали чаще на 305% по сравнению с прошлым годом. По данным Авито, полный комплекс услуг для создания праздничного образа обойдется дамам примерно от 4 тысяч рублей. В Казани успеть сделать брови и ресницы перед новогодним мероприятием в этом году пытаются в 4,5 раза чаще, чем в прошлом. Средняя стоимость таких услуг начинается от 800 рублей и может расти в зависимости от сложности задумки клиента и срочности. Спрос на маникюр и педикюр в канун активной пары корпоративов в Казани вырос на 42%. Средний чек также стартует от 800 рублей. Парикмахеров и стилистов в Казани начали бронировать на 39% чаще. Цены начинаются уже от 1000 рублей. Спрос на услуги профессиональных визажистов вырос на 97% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость услуг в пару корпоративов составляет уже от 1500 рублей. Сколько могут заработать в предстоящий новогодний сезон Дед Мороз и Снегурчиков в Казани, выяснили аналитики Авито. По их данным, выступления волшебников бронируют заранее. Уже в ноябре спрос на эту услугу в столице Торстана вырос на 123%. И своего пика он достигнет в конце декабря. Как правило, Дед Мороза и Снегурчику массово заказывают с 20 декабря по 8 января. В среднем одна пара артистов берет на себя от 5 до 7 заказов в день. Примерная стоимость одного выступления с хороводом в этом году от 1800 рублей. В саму новогоднюю ночь дороже от 2800. Если же Дед Мороз устраивает настоящее шоу с мыльными пузырями, с заморозкой воды и сладостей, то цена может достигать и 7 тысяч за час. Таким образом, если выступать все 20 новогодних дней, то Дед Мороз и Снегурочка в паре могут заработать от 180 тысяч рублей. При богатой программе и работе ночью 31 декабря доход может вырасти еще наполовину. В этом году казанские Деды Мороза и Снегурочки могут серьезно увеличить свои доходы по сравнению с прошлым годом. Дело в том, что 1 января в этом году выпало на понедельник, а значит перед Новым годом будет сразу два выходных – суббота и воскресенье 30 и 31 декабря. Традиционно именно в выходной день 31 декабря у Дедов Морозов и Снегурочек больше всего заказов. В этом году количество заказов 30 декабря, как ожидается, тоже вырастет по сравнению с годами, когда 30 декабря выпадало на будний день. Вот такие экономические новости принесла уходящая неделя. Спасибо, что вы были с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова